всем привет традиционно проверяем синхронизацию и сегодня мы продолжим тему стерео и моно который мы уже немного коснулись которая вызвала определенный интерес и хотим поговорить сейчас некоторые аспекты которые мы еще не касались вот то что касается стерео нужно сказать что есть системы которые отличаются от традиции отличаются от традиционного подхода например это стерео 3 каналах суть его в следующем у нас есть три канала равноценных которые используют используется при записи и при воспроизведении то есть эти три канала позволяют нам получить более стабильную картину например бас инструменты который бас бочка бас гитара мы можем позит позиционировать в этот канал и уже это освободить левый и правый канал от этой нагрузки низкочастотной то есть получить более полноценную картину эта система не вошла массово в производство и используется в общем-то профессионалами на хороших студиях но это имеет место быть и это скажем так более продвинутые системы это не имеет связи с системами кино там 51 там 72 то есть этот центральный канал не не речевой а передает полный спектр также как левый и правый канал то есть он равноценен и направлен на повышение возможностей это стереофонической системы эти стереофонические системы мы должны использовать не не теряя связи с общим представлением то есть зачем мы хотим получить именно стерео запись чтобы передать локализацию инструментов там духовые слева там струнная справа или же мы хотим передать вот стереть с помощью стерео это пространственное впечатление об акустике зала либо мы хотим передать вот эту эмоциональную связь слушателей с музыкантами то есть что мы хотим получить в результате этой стереофонической записи которая может нести пространственную пространственную информацию пространственное восприятие здесь нужно сказать что сейчас такое большое количество стереофонических записей которые не несут особой художественной ценности и для познания и лучше хорошая моно чем плохой стерео плохого стерео сейчас к сожалению слишком много то есть лучше обратиться к записям мастеров которые сделаны в моно и оценить минимум средств и максимум результата как было получено эта запись и как использовались возможности расстановки микрофонов микрофонов может быть один может быть большее количество здесь нужен в общем-то пульт который позволяет нам иметь три выходных канала не два как обычно принято а три канала выходных пульт пульта то есть есть определенные микшерские пульты которые позволяют три четыре получить выхода это в общем то нет проблем и нужна система воспроизведения то есть три монитора как у нас сейчас два монитора нужен такой же третий монитор по центру и соответственно три канала усиления чтобы получить эту картинку возможность на пульте позиционировать лево-право центральный канал то есть передавать инструменты в определенные каналы то есть это скажем так сейчас это технически не сложно но для этого нужно все-таки отойти от привычного стерео от привычных двух каналов левый правый источники воспроизведения типа там телефон обычные они мы говорили все монофонические и вопрос в том что когда ты работаешь стерео что тебе нужно это делать опять же учитывать момент хороший вопрос да я понял такие наши привычный там телефон смартфон он на самом деле монофонический то есть там один динамик если мы слушаем звук то он слушаем слушаем моно стерео это при подключении наушников головных телефонов и множество трансляционные вещи там телевидение радио по сути остаются моно там может быть передачи стерео там на fm но звукорежиссер должен обеспечивать учитывать постоянно вот это моно совместимость то есть условия моно совместимости это обязательно когда ты выполняешь работу обязательно нажимать кнопочку моно и при сведении при мастеринге учитывать что могут быть варианты когда у тебя в стерео звучит прекрасно при включении кнопочки моно у тебя пропадают частоты или пропадает инструменты и существует специальные приборы на компьютере аналоговая там стерео гониометр и другие которые позволяют прекрасно контролировать эту картину но обязательно проверка на слух нажимается кнопочка моно и ты слышишь то что услышат твои зрители и слушатели есть профессиональное оборудование которое допустим стоит очень дорого и есть полу можно так сказать ну профессионально насколько вот она подходит для ну реально не просто учеба ли там а реально работает для которой ты будешь зарабатывать здесь можно ответить что когда водитель знает куда ему направляться то он использует возможность автомобиля для достижения своей цели то есть можно использовать продукцию масс-маркета и пользуется довольно недорогими вещами и получать хороший результат можно пользоваться продукцией масс-маркета и добавить какой-то эксклюзив там какое-то там устройство самодельное или ретро какой-то какой-то нюанс который позволит тебе отличаться от других и выделиться на общем фоне то есть это уже будет определенная твоя фишка для примера скажи как мы сейчас вот мы сейчас звук пишем через про tools одновременно в карту и одновременно через дат магнитофон то есть мы оцифровываем этот звук в дат магнитофоне и подаем на цифровой вход карты и можем сравнить например звук оцифрованный с помощью карты а цепы карты аналога цифровой преобразователь и аналога цифровой преобразователь дат магнитофона то есть есть разница и мы эту разницу слышим и используем возможности которые у нас есть собственно про фишку которая секретные уже секреты да это уже называется даже два вопроса либо рынок диктует либо ты диктуешь предложение рынок диктует спрос вопрос потому что если 95 процентов работы заказывать тебя на плохое стерео то есть имеет нужно ли вот тебе искать этот вот это изучали нет нет заказов на хорошая моно я думаю это ну рынок это насколько ты мобилен насколько ты вписываешься в этот поток жизни которые нам диктуются сейчас пусть самолет пролетит или окошко прикрыть но он будет микрофон будет ну хорошо здесь рынок конечно диктует и нам диктует определенная последовательность наших поступков но я считаю всегда нужно можно остановиться оглянуться назад посмотреть может быть ты пропустил что-то очень важное что-то очень хорошее глубокое и вот использовать не забывать не отметать достижение прошлого многих интересует допустим тебе пишут подкасты за записано для youtube работа конкретно с дикторским текстом не все пишут именно вокал музыку что можно сказать именно имеет ли конкретном ключе конкретном направлении какие-то свои фишки которых может дикторский вокал делать конечно 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 присутствует специфика и скажем так записывать для подкаста и записывать звук для записывать дикторский текст для каких-то других проектов есть отличие есть специфика и на этом тоже можно остановиться в будущем сделать отдельные обзоры для этих тем можно рассмотреть темы скажем так более узко специально там например компрессии звука или частотная обработка или пространственная обработка то есть более детально более практично с примерами и с показами определенных работ